Через суд требуется признать данный договор подряда договором трудовым. Конкретная работа не определена, объем работы не определен. Столько метров прокопала земли, и вот по такой расценке все получили. А когда просто выполнена работа, что какие работают? Некая компания Пульсар в городе Мурманске проводит определенные работы. В этой компании есть свои работники, которые сюда приехали из Карелии и выполняют определенные работы. Монтаж и видеонаблюдение, контракт, который они выиграли, они его исполняют. Также они через сайт Авито набирали местных работников, возможно не хватает, может быть объемы большие. Соответственно они дали объявление на Авито и приглашали на работу. В частности, истец, и многие другие работники обратились по объявлению в эту компанию. Пришли в соответствующий офис в городе Мурманске, в Первомайке, ЖД территория, одноэтажное здание, вход туда по пропускам. Первый раз, когда они только пришли, их встретили, на машине туда привезли, провели какую-то беседу с ними и сразу же направили на работу. Прямо в этот же день. Соответственно, никаких договоров ничего не заключалось, все, на устном условии была договоренность. Предложили ему заключить договор, когда он уже находился в больнице, в палате, пришел человек из Пульсара, Антон, сам директором он представлялся, и принес вот эти договора подряда, которые подписаны были задним числом. Они не отражают договоренности и о чем все было. Суть заключается в том, что на момент трудоустройства их брали на выполнение определенной трудовой функции, а именно выполнение определенных работ. То есть, не конкретно не ставился объем работы. Вот, допустим, ну, условно говоря, построить вот этот дом. Строим вот этот дом, дом построили, на этом договор прекращается, потому что, ну, дом построили. Словно говоря, пока есть работа, будете работать. Вот, то есть, это не было там каким-то месяцем определенным, двумя месяцами, тремя месяцами. Ну, условно говоря, пока мы вас работой обеспечим, вы работаете. То есть, так называемый срочный трудовой договор на выполнение определенной работы. Какой конкретной работы, на каких конкретных объектах, тут трудно сказать. Почему? Потому что, приходя туда в офис, им выдавался инструмент, спецодежда. Каждый раз они бывали в разных бригадах. Ну, то есть, как их там директор Алексей Викторович Новицкий, он представился директором. Хотя, как сейчас выясняется, он не директор, а, предположительно, брат. Директора Павла Викторовича Новицкого. Ну, неважно, то есть, он при трудоустройстве представился как директор ООО «Пульсар». Другой человек там, это Антон, он как заместитель. Вот, соответственно, они курировали. У них был определенный режим работы. В 9 утра они туда приезжали, получали инструмент. Вечером с 18 до 21 часа они сдавали этот инструмент. Это происходило каждый день. Каждый день они платили по 1000 рублей. Они это называли как? Поддержка работника. Поддержка работника. То есть, ну, человеку давали какие-то деньги, назвали это поддержка работника. То есть, это, естественно, никак не было предусмотрено никакими письменными договорами. Когда они устраивались на работу, им обещали большую зарплату. Это свидетель подтвердит, что там, в принципе, на 60 тысяч они могли работы делать. То есть, тот акт выполненных работ, якобы, по договору подряда, который они предоставили, ну, нам и я предоставил соответствующие копии их, они, ну, не соответствуют действительности. То есть, ну, никто бы за такие деньги, такие работы, у нас не в Мурманске, я не знаю, в таких регионах, где бы выполняли такие физически трудные работы за такую цену. Я считаю, что доверитель вступил в трудовые отношения, потому что, сведомо работодателя, он приступил к выполнению определенной работы. Более того, за эту работу он получал оплату. По поводу, как оплата происходила, я думаю, свидетель пояснит. Считаю, что вот этот договор, который мы приобщили в качестве подтверждения, чтобы хоть как-то доказать, что какие-то взаимоотношения были с моим доверителем, спальсифицирован, потому что он не отражает саму суть, он был заключен задним числом, только для того, чтобы ввести в заблуждение моего доверителя. И не только его, и других работников, которых обманули, не заплатив им деньги. Это также подтвердит свидетель. То есть, пострадало очень много людей, в связи с этим я усматриваю в действиях данного работодателя не только нарушения трудового законодательства, но и признаки мошенничества. То есть, они умышленно набирали людей, они делали работу, и их просто, извиняюсь за выражение, кидали и не выплачивали им деньги. Вот это все очень коротко. По какому факту, естественно, хотите на больничном? Потому что вы еще можете оплатить больничные листы нетрудоспособности, и проверка, вы прикладываете ответ в Государственную инспекцию труда по Карелии, что проводилась проверка по факту получения травмы на рабочем месте. Поясните по этому. Должна была проводиться проверка, но все мы прекрасно знаем, что формально все-таки относимся к тому, что должен быть в письменном виде трудовой договор. Соответственно, все говорят, обращайтесь в суд. И ответ, в принципе, этой инспекции, в этом и заключается. Идите в суд, в суде доказывайте, что это не договор подряда, а трудовой договор. И дальше, естественно, если суд установит трудовые отношения, будут соответствующие последствия и по налогам, и по больничному оплату, и по вынужденному прогулу и тому подобное. Да, человек находился на работе, он получил травму на работе, исполняя свои обязанности, я так понимаю, упал, да? Упал с высоты. Связана работа так или иначе с высотой. Трудовые отношения, они фактически подтверждаются обстоятельствами дела, потому что сведомо работник выполнял работу конкретную, получал оплату, а дальше ответчик должен доказать, что это было договор у подряда. И хочу обратить внимание, что у меня есть большое сомнение, что все договора, которые вы подряда, которые принесли в больницу, они были подписаны именно настоящим директором, то есть Павлом Викторовичем Новинским. У меня есть подозрение, что эта подпись все-таки была сделана Александром Викторовичем Новинским. Соответственно, я хочу, чтобы истребовали именно оригиналы этих договоров, и все-таки мы должны выяснить, кто такой Александр Викторович, потому что в возражениях говорят, что мы не знаем такого человека. А я непосредственно с ним разговаривал при телефону, я ему предлагал мировое соглашение в том плане, что смысл нам вот это все сейчас заворачивать, человек не собирается выходить на работу, потому что у него такая травма, которая физический труд ему просто противопоказывает. Поэтому просто получить денежную компенсацию и забыть. Его и других работников просто обманули и на деньги, скажем так, не выплатили. Понятно. Хорошо, скажите, пожалуйста, ну может быть вы или истец такой есть? Нет. Какой был рабочий режим? Режим работы был с 9 утра до 18 вечера, а с 18 до 21 они возвращали инструмент. Ну то есть почему-то вот такой большой период. Но самое интересное, что в самом начале, когда они только начали работать, ну более-менее все было гладко. Эту-то тысячу рублей давали каждый день, режим соблюдался. А потом, ну видимо, они не хотели заплатить, они искали до чего, извиняюсь, докопаться. То есть они перестали платить эту тысячу, они стали обвинять там, тут вы что-то не так сделали и не успели, обвинять в наркомании, чтобы просто придумать повод, чтобы не заплатить эти деньги. Оставшиеся деньги от договоренностей по устной, которые были. А вот вы сказали, они каждый день получали инструменты, да, ну для работы, ну для сатетов. Они где-то расписывались, чтобы новых каких-то, или просто приходили, или вынуждали. Это подтвердит свидетель, он пояснит вообще, как это все происходило. Он как раз был старший. Ну они там сами определили, кто из них старший, по принципу, кто более опытный. Вот, но принцип какой? Вот Алексей Викторович, который представлялся при трудоустройстве, что он является директором Пульсара, он непосредственно контролировал. Он приезжал на объекты, на разные объекты, там порядка, там больше 20 объектов, они там, то там, то все. Ну то есть как их бросали. То есть они бывали так, что вместе работали и в разных бригадах. То есть, ну вот, как говорится, кто, кого, куда пошлют. Инструмент выдавался следующим образом. Какую-то бумажечку они заполняли, какой инструмент нужен, на какую работу, на какой объект, все, и просто выдавались. Я так понял, что они не расписывались за инструмент. Они просто его получали. Но вот эту бумажечку заполняли. И когда Алексей Викторович приезжал на объект, он забирал этот инструмент, и они ему отдавали эту бумажечку. То есть, по идее, у них должны быть какие-то документы, подтверждающие то, что... А какой-то допуск к работе на высоте. Ну то есть, это же техника безопасности, допуск. Или им разъясняли, или, может быть, они расписывались в каких-то журналах. Вот задавал такой вопрос, как пояснил свидетель. Я думаю, здесь это тоже все подтвердит. Он говорит, что нет, никаких журналов, ничего не было, никакие медицинские осмотры не были, и никакие инструктажи не были. Ну, говорит, что, ну да, приходил Алексей Викторович, говорит, делайте, что хотите, ну, это сейчас не дословно, а примерно в сути. Делайте, что хотите, но только там это... головой вниз не прыгаете. Ну, вот я это расцениваю как инструктаж. Устный инструктаж, типа, говорил, что, кажется, чтобы это без травматизма было. А, естественно, что ты пояснял, поскольку это связано работой с высотой, безопасность, какие, ну, вот, именно по охране труда, защитные средства, какие выдавались, каски? Ну, я сейчас спрошу, в какие средства индивидуальной защиты выдавались? Ничего не выдавались. Не выдавались, а ни каски, ни перчатки, ну, что-то вот с чем-то там. Перчатки обычно рабочие нам выдавали. Ну, давай, так ты говори, что давали. Перчатки давали, перчатки просто. В общем, некие красные там, ничего такого. А ремень там, знаете, пристегивается, работа на высоте, не давался? Ну, то есть только перчатки, да? Ну, перчатки только. И я правильно поняла, что они, ну, допустим, там, недель, каждый день могли выполнять разную работу? То есть не вот, например, там, копаем или цементом заливаем? Это свидетель пояснит. Ведь эти системы нужно потом дальше и обслуживать. То есть там они занимались от монтажа и настройкой тоже там, ну, настроиваем. То есть, ну, они как специалисты. Они все-таки специалисты, которые не только монтажные работы делают, но и разбираются. Я как бы не специалисты там, ну, видимо, там, подключают что-то и запускают. Это техно, что там, проверить, что на экран, что там, смотрят в нужную точку там. Ну, как-то вот они должны были потом обслуживать. Уважаемый суд, я вообще не понимаю, как вот эти акты, они к чему бьются, не бьются. Потому что вот, согласно платежных документов, которые предоставлены, и пояснить свидетель. Вообще, моему доверителю бросались деньги на других людей. В частности, вот свидетель, который будет, он говорит, у меня не было карточки, куда переводить. Он написал заявление в бухгалтерию, и бухгалтерия переводила деньги, вот эту тысячу рублей каждый день, на карточку моего доверителя. То есть, даже мой доверитель получал деньги не за свою работу, а оплату других людей. Ну, в частности, я не знаю, может быть, там еще за кого-то, но свидетель конкретно даст показания, что он получал деньги для себя через моего доверителя. А доверитель уже непосредственно ему деньги отдавал. Ну, вот такой вот, предположим, вот возьмем вот этот акт, да, вот именно такой суммы, как 16 тысяч, 18 тысяч, не переводилось. Вот именно вот как там... Ну, вот если взять, да, допустим, акт приема, вот здесь указано 16, 16,67, здесь указано 18, 391. То есть, таких денег не переводили. Нет, свидетель тоже подтвердит, что вообще переводились, если какие-то круглые цифры, без вот этих вот там хвостиков. Да, то есть, ну, чик и все, вот, там тысячу, там, допустим. А, хорошо, понятно. Две тысячи, так сказать, на него и там на 9. Ну, так вот. Понятно, вопросы есть. Да, у меня вопрос вот к истцу. С какой целью вы вообще связались с пульсаром, с обществом? Неограниченной ответственностью. Просто не вы связывались с пульсаром, истец, и я хотел бы услышать его мнение. Связались в каком плане? Почему он устроился к вам на работу? Квалификацию свою повысить, да, да. С какой целью? Получить новую специальность, трудовую книжку. Вы с какой целью это сделали? Вот вы видели на обито объявление, друзья вам сказали. Уважаемый суд, я буду отвечать за моего доверителя. Он имеет право вести дело через своего доверителя. А вы скажите, вы связывались на предмет устройства на работу с пульсаром? Это у вас второй вопрос? Вам на какой ответить? На первый или на второй? На первый. Давайте я вам отвечу на первый, потом отвечу на второй. Вот на второй. У нас представитель ответчика, у нас представитель ИСЦА, если он что-то не будет знать, он обратится к ИСЦУ. У нас представитель ИСЦА может отвечать на вопросы. Задайте вопрос представителю ИСЦА, если он не сможет ответить. И связались вопрос к ИСЦУ с пульсаром. Поясняю. Значит, как я изначально в своих объяснениях сказал, мой доверитель обратился по объявлению на авито. И не только он, многие люди обратились по объявлению на устройство для того, чтобы получать заработную плату, работать, получать заработную плату. Заработать? Конечно, да. Сколько он денег заработал? На данный момент я сейчас... Подождите, у нас установление факта трудовых отношений. Для чего он заработал денег? Вопрос, понимаете, что он? Не знаете, сколько... Вы объясните, для чего этот вопрос? Сколько он заработал? Для чего? Сколько он предполагал заработать и сколько заработал? То есть, Ваш вопрос, ну, с чем связан тут? Ну, человек с целью заработка устроился, а сколько заработал, не знает. То есть, это, видимо, его меньше интересовало не в первую очередь. Я понял, вопрос я снимаю. Вот, я же слышу. Вы указываете в иске, что получал заработную плату два раза в месяц. По каким дням это происходило? Если Вы внимательно нас слышали, я говорю... Я не в курсе вот этих дел. Поймите меня правильно. Я не работал в Мурманске. Я в пульсар появляюсь только по вызову, вот этот, когда мне просят дать заключение. Я совершенно не в курсе этих дел. Я опираюсь на Ваш иск. Я не прошу Вас оправдываться. Вы задаете вопросы и послушаете. Да, да. По каким дням перебивайте. Если я начну разговаривать, то уже перебивать не надо. Хорошо? Значит, отвечая на Ваш вопрос, по каким дням, я Вам могу сказать, что... Не знаю, но я Вам сказал, что каждый день по тысяче рублей. Соответственно, как уважаемый суд обратил внимание, не имеет вопрос значения, когда была оплачивалась зарплата в таком размере. Я считаю, зачем-то вы риски, а поэтому, не потому что. Есть должность по выплатам какая-нибудь у пульсара перед листом? Я считаю, что есть, потому что... Есть какая? Потому что та договоренность, которая была, она не выполнена в отношении большого количества работ, как в том числе и моего доверителя. Ну, давайте про доверителя. Ну, сейчас это рассчитывается предметом наших требований. Не можете. Мы просим оплату по среднему произвести вынужденного правбулла и больничного. Вы указываете, что в иске... Я ведь только искомнюю, вот знаю требования, и все, я поэтому задаю вопрос. Потому что я не готов к полноценному... Я понимаю, что... Да, и когда Вы... Подождите, представитель ответчика, что значит, я не готов к полноценному разбирательству? Во-первых, у нас было предварительное заседание, а, к сожалению, в него никто не пришел. У нас предварительное заседание для этого и проводится, для того, чтобы уточнять, запрашивать документы. Вы, предварительное заседание, получив повестку, пульсар, я не конкретно говорю сейчас про Вас, представители, а про пульсар, не представили ни одного документа, а представили, только сегодня нам поступил Ваш отзыв. Только сегодня. Вот я даже, как судья, с ним оснакомиться смогла сегодня с утра. Это я признаю. Мало того, Вы нам до сих пор не представили все запрашивания документов. Вы представили только платежные документы на тысячу, две тысячи рублей, а у Вас были запрошены договора подряда, и штатное расписание, и все, все, все. Вот, понимаете, вот определение о принятии получаем, вот здесь вот в определении о принятии целый список перечней. Так, тогда у меня, с Вашего позволения, еще один вопрос. Вы указываете быстро, что инстекс получал деньги в период нетрудоспособности. А сколько он денег-то получил, и кто ему платил? Все они смогли найти, да, на это? Правильно. Правильно, представитель, ответчик. Какие-то суммы перечисляли, потому что мой доверитель обращался к так называемому директору и письменно в переписке, и по телефону звонил, и просил его выплатить деньги, потому что он находился в крайне для себя невыгодном положении, то есть он, по словам говоря, не заработал, плюс был причинен вред ему здоровью. И поэтому он просил хоть какие-то деньги перечислить. Соответственно, какие-то деньги перечислялись. Я не могу сейчас вам конкретно сказать, какие деньги. Если они перечислялись, то я думаю, что бухгалтерия сможет вам ответить на этот вопрос лучше, чем я. Бухгалтерия ответила, никаких не было перечислений, я поэтому вас и спрашиваю. Ну, значит, никаких не было. Нет, это были линии. Значит, это были личные какие-то денежные средства человека, который, не знаю, там, каким-то своим соображением решил перечислить эти деньги. А какие деньги? Нет организации. А кто? Вы тоже не знаете. Я предполагаю, что Алексей Викторович. Ну, с ним же была переписка. Правильно? Да. У нас есть переписка, если потребуется, мы в суд ее предоставим. Где человек выражает просьбу, где, как бы, что ему отвечают, где, там, бухгалтерию его посылают. И в итоге ему переводят, уже каким образом переводят? Просто на карточку, минуя бухгалтерию организации. То есть, это уже тонкости, понимаете? Спасибо, что, как бы, вошли в положение какую-то денежку ему хинули на лекарства и тому подобное. Ну, какую неизвестно, да? Ну, я сейчас не готов вам сказать на эту тему, что придется. Все, я вот это хотел уточнить, уважаемый суд, и при части задавания вопросов. Уважаемый суд, я приношу извинения за несвеевая временность реакции Пульсара, да, как представитель. Я отвечаю за его действия, и те требования суда, которые изложены по результатам предварительного судебного заседания, будут исполнены в полном объеме, так как это предусмотрено в порядке закона. Но я хочу обратить внимание, что, конечно, мы не знаем самого предмета иска, да, потому что он неопределен, мы не знаем совершенно. Нам ничего не известно ни о каких мировых переговорах. Что касается Алексея Викторовича, да, вот я знаю только одного Алексея Викторовича, его фамилия Андрейчиков, он руководитель общества с ограниченной ответственностью профэнергоудит, никакого отношения к Пульсару не имеет, но является поставщиком материалов. Для цели исполнения различных подрядных договоров, организаций в городе Петрозаводске у Пульсара нет, конечно, здесь филиалов, представительств никаких. И мне предстоит выяснить, работником Алексея Викторовича Андрейчиков, работником Пульсара не является. Это я перепроверил до того, как проехать. Надо выяснить, в порядке чего он это все здесь чем занимался. Вот это первое, что я хочу сказать. Во-вторых, я не стал задавать вопрос, собственно говоря, на каком основании и что делал истец 1 декабря, А вообще сам Андрейчиков-то был 1 декабря, нет, на объекте? 1 декабря, когда у вас произошел, был на объекте? Вы знаете вопросы или что? Вы пояснения или вопросы задаете? Вопрос. Давайте сначала поясните, а потом вопросы, хорошо? Ну, давайте. То есть договорные отношения после того, как закончились, конечно, Пульсар заранее. Но Пульсар в день окончания договорных отношений выполнял окончательные суммы для того, чтобы исполнить полностью обязательства перед стороной вот этого договора гражданско-правового характера. А остальные, все пояснения я изложил в писанном виде накануне этого судебного разбирательства. И если вы не получили еще экземпляр, то я вам могу вот отдать его экземпляр. В материалах суда, насколько я знаю, такие дела имеются. Вот, собственно, и все. Скажите, пожалуйста, давайте начнем по порядку. У вас есть с собой договор подряда? Поскольку из-за того представленного фото-копия, и некоторые тут плохо можно разобрать, есть с собой договор подряд? Нет, экземпляра с собой нет, к сожалению. Почему нет? Ну, мы же все в его определении о принятии с кого-то заявление указано, предоставите оригиналы, того, чтобы можно было сверить. Вот у меня такой вопрос план. Что у вас указано предметом договора подряда? Выполнение работы в прокладке кабельной линии видеонаблюдения на линейных и стационарных сооружениях связи. Связи в городе Мурманске. В городе Мурманске, да. Правильно. Работы выполняются подрядчиком и сроки у вас указаны с 1 августа по 31 августа. Августа, да. Месяц, да? Да, 30 дней. Далее, какие у вас условия продления действия этого договора? Никаких, потому что вот эти вот работы обусловлены какой необходимостью? В качестве субподрядчика норманский основной подрядчик привлекал для выполнения ограниченного вида работ по прокладке и пусконаладке сетей видеонаблюдения. Для работ, которые не требуются квалификации, Пульсар привлекал работников по гражданско-правовому договору, потому что здесь у Пульсара нет ни представительства, ни филиала, и кроме того, вот эти субподрядные отношения, они были каждый раз сроком на один или полтора месяца. И оформлять трудовые отношения на столь короткий срок, не было никакой необходимости и целесообразности. Тем более, что для приема на работу специалистов нужно было бы потратить время на их профессиональную подготовку, медицинское освидетельствование, а это все не требовалось по характеру тех работ, которые выполнялись. Основная пусконаладка выполняли специалистами Пульса. Хорошо. Пусконаладка выполнял специалистами Пульса. Ну, как мы сейчас выяснили, да, у нас истец производил работу на высоте. Какие правила безопасности соблюдались при этом? Ну, что, что у вас работники по ГПХ приняты? Это не значит о том, что можно попирать у нас правила безопасности. Это называется монтажные работы. Они требуют специальных мер, специальных квалификаций и не может быть привлечена к работе по трудовому договору специалист без надлежащей квалификации, а по договору подряда гражданско-правового организации или физическое лицо, не обладающее соответствующим, и на этом надо учить. Мы не привлекали никого для высотных работ. Это исключено. Кроме того, у нас есть работы под напряжением. Даже для слаботочки требуется квалификация электрика второго разряда. Мы не можем привлекать на такие работы людей без профессиональной подготовки. Тогда объясните нам, вот у вас предметом договора является выполнить следующий вид работ. Прокладка кабельной линии для устройства системы видеонаблюдения для линейных и стационарных сооружений связи в городе Муринске. Скажите, пожалуйста, прокладка кабельной линии для устройства системы видеонаблюдения где проходила под землей, над землей, где сама прокладка проходила? Конкретно по этому виду работ мне потребуется уточнить. Я не могу ответить сейчас. Я не был свидетелем этих работ. Мне необходимо у директора взять технические схемы исполнительных, выполненных работ. Вот это будет показательство. Скажите, пожалуйста, какие объекты у Пульсар были в городе Муринске? Ну, то есть адреса, где проводили прокладку этих кабельной линии. Есть перечень таких объектов. Согласно предложению, эти документы я представлю суду. Но вот сейчас, как вы видите, что я не в полной готовности нахожусь, потому что был привлечен для участия к этому делу самому Пульсару в конце прошлой недели. И вот я свои извинения суду принес и постараюсь устранить допущенное процессуальное нарушение со стороны ответчика. Вот у вас в договоре подряда указано, работа выполняется подрядчиком в следующие сроки. С 1 августа по 31 августа, да, в месяц. При этом срок договора у вас определен с момента подписания и действует до полного исполнения, получается, у нас... Сторонами обосновленных нам... Да, да, обязательств. ...своих обязательств к настоящему договору. На этом губке настаивали вторая сторона подрядчика, чтобы договор действовал до тех пор, пока с исполнителем работ не выполнил полный расчет. Вторая сторона подрядчика кто? Истец, значит? Истец. Первый раз слышал такое. Истец у нас... У вас это откуда информация? Из подписанного договора, публикованного договора о выполнении подрядных проводов. Нет, а почему... Из чего вы взяли вывод, что эта формулировка у нас исполнена? Со слов директора Новицкого Павла Николаевича. Он указывает, что в договорах именно в Мурманске, там не один такой договор, стали указывать, что договор действует и в течение периода, пока не выполнил полный расчет с стороной этого договора. То есть он даже, несмотря на то, что договор окончил срок действия, там, допустим, 31 августа, если расчет не выполнен с человеком, то он рассчитывает, что договор еще действует, и обязательства по нему он может требовать исполнения обязательств передним. Вот формулировка Новицкого Павла Николаевича. Скажите, пожалуйста, вообще вам, ну, Новицкий или кто-то, не знаю, передавал какие-либо документы вот по тому случаю, по которому у вас истинно... Новицкий последнюю неделю находится в Петербурге. Это причина, по которой я не смог взять в комплект оригиналов документов с собой. При том, что я не первый раз участвую в судебных разбирательствах и имею представление о надлежащем подготовке к суду. Причина в этом... Хорошо. Я правильно поняла, что расчет, согласно предупреждениям ИСЦА, вы мне сегодня тоже представить не можете? Да? Мы не понимаем, что он хочет. В смысле, что он хочет? Ну, представитель, что непонятного? Он просит признать договор подряд трудовым. То есть, фактически, он просит... Какой именно договор подряда? Там два. У него один договор, 1 августа. У меня в материале дела представлен только один договор, 1 августа. Куда два акта выполненных работ? Так вот, два акта выполненных работ, а договор один. А, договор один. Ну, в акте... Хорошо, мы представим, понятно. Нет, если у вас имеются другие договоры подряда, представьте нам, истец, как я поняла, у истца только один договор подряда был на руках. Если не имеются другие, представьте акты выполненных работ. Вот два акта, два договора. Соответственно, истец просит признать, да, их трудовыми, то есть, он просит признать, установить факт трудовых отношений и произвести ему расчет заработной платы за время вынужденного прогулок. Почему с 25 марта, представитель, истец? Закончился больничный, а с 5 должен был приступить к работе. В 25-м должен был приступить к работе. Да, то есть, у него больничный, ну, там, как там, сколько-то дней, потом они его закрывают, открывают новый, и так он в районе полугода, да? То есть, он, ну, серьезно травма была. А вы просите установить факт трудовых отношений с какого по какой период, по настоящее время? Мы вообще говорим о том, что он фактически приступил к работе 13 августа. Мы, то есть, можем, плюс-минус один день, там, 12-13, сейчас свидетель покажет, ну, потому что тоже не могут вспомнить. У них договор, якобы, который подписан был задним числом, уже в больнице, якобы от 1 августа. Он приехал туда на собеседование, с Алексеем Викторовичем разговаривал и был направлен на работу, то есть, он проходил КПП, соответственно, там должно быть как-то зафиксировано, что он, по идее, на охраняемый объект проходил, ему удостоверение было выдано до конца года, чуть ли не ежедневно приходили туда, брали инструменты, потом их распределяли по объектам. Сведомый работодатель это пустили на работу, а это, естественно, он не может просто так вот прийти на какой-то объект и начать какую-то работу делать. Тем более, ему по тысячу рублей платили каждый день. То есть, я говорю, что с этой даты нужно признать заключенным договор, не важно, что он не оформлен в писенном виде, что не было приказов по предприятию, не введены записи в трудовой книжке, это не имеет значения, потому что трудовое законодательство говорит о том, что, говорится, сам факт допущения сведомого работодателя является заключением. Да. Сам факт наличия вот этого договора, то есть, это очень хорошо, что, я так понимаю, представитель ответчика не отрицает наличие на бумаге неких отношений. Это уже лишний раз доказывает, что они все-таки приходили туда не просто так, а какие-то взаимоотношения были. Вопрос только установить, какие они были, трудовые или гражданско-правового характера. Как я понимаю, у нас истец сейчас не может выполнять уже эти работы. Не может. Тогда почему трудовые отношения только сегодняшний день? Человек, когда приходит на работу после больничного, он может прямо в этот же день написать заявление об увольнении по собственному желанию, либо по соглашению сторон, либо, если будут медицинские показания, попросить предоставить ему другую работу, ну, то есть перевод по состоянию здоровья. Мы исходим из того, что он, в принципе, готов выйти на работу, но он просто для себя принял решение, что нет желания ему восстанавливаться на работе. Но до момента вынесения судом решения, то есть по эту дату рассчитать вынужденный прогул и взыскать эту сумму. Смотрите, хорошо, по дату вынесения решения вы просите установить факт трудовых отношений. Но факт трудовых отношений мы можем установить до того момента, как он фактически осуществлял свою трудовую... Ну, туда больничный входит, это понятно, да? До того момента, как он фактически осуществлял свою трудовую деятельность. С момента, как закончился у него больничный и он на тот момент пожелал как-то решить свои вопросы с работодателем уволиться по собственному желанию либо выйти на работу в любом случае он должен был выйти на работу но так случилось что ему сказали нет нет и поэтому он и вынужден был обратиться сначала ко мне и в итоге в суд потому что мы начали уже вести переговоры вот у меня флешка я на скоростном заявлении ссылаюсь на то где можно эту аудио прослушать я сейчас буду просить приобщению здесь соответственно оригинал того файла который я зафиксировал на телефонный разговор когда с алексеем викторовичем предположительно аналийским директором о пульсавр разговаривал по крайней мере как он себе выдавал эту же запись я сбросил представителю ответчика более того в переписке ватсап мы с ним разговаривали я разговаривал в переписке с алексеем викторович то есть мы этот долгого момента пытаемся урегулировать миром выплатить определенную фиксированную сумму и все на этом и заниматься этими расчетами вот этими разборками оплатились ли налоги подоходный налог а почему кинули извиняюсь за выражение 8 человек поскольку мне известно не заплатили деньги сейчас свидетельство даст объяснение то есть там много замечаний которые сейчас конечном итоге я буду говорить о том чтобы суд вынес частное определение передать дело на проверку в правоохранительные органы прокуратуру потому что то что сейчас мы будем выяснять очень много потянет ниточек очень много нарушения трудового законодательства я тут и мошенничество усматриваю потому что вот как я говорил что обманным путем набирали работников пока по расчетам понятно теперь по поводу оплаты больничных листов у нас работодатели оплачивают только 3 дня который должен обязан оплатить работодатель и направить документы мы доверите эти тонкости не знает потому что любой человек который устраивается на работу за него вот эти все начисления делают бухгалтерии и тому подобное поэтому мы даже если что-то сейчас сами насчитаем мы можем ошибиться поэтому я нисколько не говорю что вы должны считать я имею ввиду что разъясняю что оплата у нас идет по закону 3 дня работодатель остальное ФСС если есть необходимость процесс привлечь третье лицо ФСС да то возможно это нужно сделать признание этого договора трудовым влечет определенные последствия это ну как бы все ломается это надо все рассчитывать это нужно налоги платить у меня есть основания подозревать что эти платежные документы они сфальсифицированы то есть они не настоящие там даже подписи нету директора это ксерокопия не заверено что это такое почему такие суммы почему тысяча две тысячи там то-то-то в разные времена да да даже не бьются с договором подряда который вот они ссылаются с актом выполненных работ много вопросов просто ком хорошо присядьте пока представитель ответчика вот скажите мне пожалуйста вот есть акты выполненных работ ну как я понимаю оплата по ним не производилась ну то есть представить документы нам о том что у нас ИСЦУ выплачивалось 16 тысяч ну я округляюсь сейчас да 18 по частям выплачивались эти деньги потому что мне ничего не известно про выплату тысячи рублей какими нибудь лицами которые быть но мне известно о том что по указанию новицкого выполнялись перечисления в течение срока действия договора подряда на банковские счета исполнительные давайте так давайте по договору вот у вас стоимость работы порядок расчета стоимость работ составляет 16 1667 оплата осуществляется путем выплаты вознаграждения на платежные эквизиты подрядчика указанного в разделе 10 за вычетом налога на доходов из соответствующего налогового законодательства оплаты осуществляется в течение 10 дней после подписания сторонами акта сдачи предъемки выполненных работ а каких частями по тысячу по две тысячи рублей мы можем говорить если это договора по просьбе по просьбе исполнителя они выплачивались авансом а есть такие письменные заявления это вы же как юрист понимаете я восстановлю вот эти обстоятельства потому что скорее всего я найду распоряжение директора новицкого выплат от этих но вот мы располагаем только этими платежами на значение платежа обычно пишут там частично по такому-то договору по связи ну вот это платежное поручение за что да тут непонятно четко гпх ну то есть это что на каком-то языке или это так распечатывать слушайте это так распечатывать потому что у меня такие запряга платежных выплатов есть это дефект печати ну вот я сейчас сложила все те платежные поручения про которые вот вам представили это 12 200 а у вас один договор на 16 667 второй договор мы не видим пока у нас его нет на 18 391 уважаемые собственности при всем при этом 21 сентября вы 2 сентября ему 1000 какую-то переплатить так вот что касается августовских платежей мы оплатили 1000 еще 1000 это 2 еще 1000 3 еще 1000 это 4 еще 1000 это 5 еще 1000 это 6 еще 3000 это 9 еще 3 подождите вы какие-то свои платежные поручения те которые уважаемый суд но те которые я отправил так вот ну вот я сейчас складываю уважаемые суды я этого не отправлял то что вы мне показываете я отправил вот эти депутаты когда вы отправляли я получила только вот это больше ничего не получила ну причина вот я вам говорю что газ правосудие не работал в этот момент и я не мог отгрузить у меня есть экземпляры с которых я делал вот это все вот я делал из этого если там чуть не хватает каких-то сумм то это естественно будет восприниматься как обязательство доплатить сканировались вот эти документы для правки они распечатывались и газ 1 правосудие потому что там нет подписи директора может свидетельствовать о том что в электроне умеет все это делается без физического участия в подготовке этих платежных документов а так все делается что-то как-то странно у вас в один день вы ему разные платежные поручения перечисляете по 1000 рублей 26 августа это с чем связано? почему не сразу 3000? это вот надо спросить исца почему не сразу 3000? а почему тут исцет? ну потому что а где у вас подтверждение договоренности что ему будут перечислять вот у вас вот возьмем 23 августа 1000 рублей это одно платежное поручение 10 57 10 59 еще 1000 рублей тоже 23 августа дальше 24 августа 10 78 платежного поручения между прочим этих платежных поручений у меня нет материала проблема связи может быть 26 августа 10 97 платежное поручение 1000 рублей 10 98 тысяч рублей это все 26 августа 1111 опять 1000 рублей 1115 3000 рублей дальше уже 29 августа это вот к чему по 1000 рублей и потом 3000 вот логично исцу то какая разница вы ему перечислите их 5000 рублей одной он что каждый час эти 1000 рублей получал? или все таки эти действительно 1000 рублей было на разных лиц? нет если это разные лица то мы готовы рассмотреть эти все как сказать обстоятельства пока я сам лично вот в этих производстве этих работ не участвовал но сам истец утверждает что получал каждый день по 1000 рублей вот и осветился я думаю что как он может получать? затребовать и получить на карту про наличные расчеты мне ничего не известно к сожалению вот не могу сказать а про такого рода перечисления вот я могу сказать это все что есть а итоговый в соответствии с определением суда конечно все будет сделано по этому счету я объяснение дал и подтверждаю свое обязательство вот в чем дело могло быть я повторно отправлю в уважаемый суд и если необходимо привезу подлинников не бывает электронным документ обороты но замерены подпись и печать директора еще раз значит оборудование, ну не оборудование, а инструменты каким образом выдавались из суд? из суд никаких инструментов не выдавалось а чем он работал? просто руками, что он кабель просто держал не могу сказать не присутствовал спрошу у технического отдела что значит вот вы все время так говорите не присутствовал у нас с вами прокладка кабельной линии для устройства системы видео держал кабель в перчатках то есть в вашем понимании прокладка кабельной линии это у нас работа держание кабеля в перчатках из этого состояла работа в стене вам так директор пояснил? директор пояснил что человек без специальности не мог направляться на работы которые требуют специальной квалификации не мог и не выполнял это разные вещи не мог быть привлечен без специальности но выполнял это тоже разные вещи если он это выполнял по указанию то есть исца наняли просто подержать кабель исца наняли для того чтобы он выполнял работу по прокладке вот этих вот сетей что входит в это в вашем понимании что входит вид работ какой входит в прокладку кабельных линий вид работ какой копать надо наверх поднимать надо уточню не буду фантазировать не являюсь специалистом в области прокладки присаживайтесь что за свидетельность? вопросы да скажите пожалуйста правильно я вас понимаю наличие договора вы признаете сейчас я не говорю про додобой подряда то есть какие-то договорные отношения вы признаете правильно? да скажите пожалуйста когда вот в рамках этого договора с которым вы ознакомились согласно предмету какие конкретно объемы должен был выполнить мой доверитель? сколько он должен был поддержать в каком месте? за что деньги платили? в рамках заключенного договора подряда краткосрочного договора с подряда краткосрочного выполнения работы связанной с прокладкой кабельной линии а что конкретно технически между каким точкой и какой точкой я уточню правильно вас понимаю что договором не предусмотрен именно объем предусмотрен начало и окончание начало и окончание это начало и окончание я спрошу про объем вот в этот период времени который вы сказали начало и окончание какую конкретно работу он должен был построить? ну условно говоря построить дом нет дом не должен был я образно говорю я поэтому спрошу конкретно в каком объеме? я не могу понять вопрос а поэтому не могу подождите представитель ответчика что непонятно я у вас это тоже уточняла конкретно ну вот вы нам сказали держать кабель и что? это тот объем работ который должен был выполнить у нас истец? конкретно какие работы он должен был выполнить по этому договору подряда? есть техническая карта устройство по линии связи между двумя объектами вот в нее входит набор определенных действий которые необходимы для обеспечения чтобы вот эта вот субподрядная обязанность была исполнена в рамках этой субподрядной обязанности нанимались исполнители по гражданским правовым договорам для того чтобы она была исполнена так исполнители что делали? исполнители держали кабель разматывали этот кабель по земле оставляли на месте переносили этот кабель вместе на место но я сейчас должен фантазировать и я бы не хотел этого делать вот суд задает мне вопросы на предмет тех обстоятельств которые я не мог знать заранее потому что вопросы же сейчас только эти ставятся поэтому я не присутствовал при производстве нет договора такой вот это все уточнится вот я выясню это из технологической карты там есть виды работ которые не требуют квалификации не связаны с опасностью для жизни и здоровья для исполнителя этих работ именно эти работы поручались по гражданским правовым договорам потому что в противном случае мы привлекали специалистов которые имеют квалификацию имеют допуски но во всяком случае два они как минимум нужны электромонтажный допуск допуск для работы с напряжением и допуск для работы на высоте если прокладка кабелей происходит на высоте более двух метров ну уже мысль можно я все-таки поясню для для суда для представителей ответчика я не спрашиваю технологический процесс я спрашиваю в каком количестве новицкий давал все эти распоряжения мы сейчас не говорим про распоряжение мы говорим про договор в нем должен быть определен объем работы за которого определена стоимость условно говоря метр прокопал стоит столько-то рублей вот это определенность понимаете а если трудовая функция копать отсюда и до конца рабочего дня это трудовая функция это не договор подряд это трудовой договор мы можем его называть как угодно я поэтому вас и спрашиваю где конкретно в договоре определен объем за которую ему нет другого договора у меня нет если вы этот договор читали то ваш вопрос риторический где в договоре естественно да я пойду хотел бы обратить внимание что в договоре не предусмотрен именно объем выполнения работы что и однозначно свидетельствует что это не договор подряд это договор на выполнение трудовой функции на выполнение определенного вида работ от 9 утра до вечера на протяжении того срока который предположим вы определили срочный трудовой договор но опять же если срочный договор заканчивает срок действия и работник продолжает работать он превращается в бессрочный это так нормы трудового законодательства говорят и в данном случае тоже под вопросом почему вы определяли определенную работу в определенные сроки если ну мы опять же подряд подряд обязательствами как я уже говорил никакая работа по прокладке за пределами срока суд подрядного обязательства ни пульсару ни его заказчику не нужно но обычно вот эти вещи то что касается предмета существенные моменты договора они очень детально прописываются это важно без этого считается договор не заключен на мой взгляд ваш договор подряда ничтожен он ни о чем пустышка он лишь доказывает то что фактически отношения моего доверителя с этой организацией были потому что там стоит подпись директора печаль то есть признается сам факт взаимоотношений а дальше мы выясняем почему эти взаимоотношения не были оформлены в рамках трудового законодательства не был издан приказ не был еще трудовой договор неважно какой срочный не срочный он не был заключен ну и так далее понимаете я на это я хочу обратить внимание это прекрасно что вы в суде подтвердили наличие этого ничтожного договора подряды который вы называете нет но вы же говорите он не совсем в некоторой части он не ничтожен как я понял нет но он по предмету уничтожен мы сейчас выясняем что мы не можем определить объем работы по этому договору скажите пожалуйста вот по договору подряды у вас определенный ну допустим месяц да ну месяц это выполнение подрядчиком работы с 1 по 31 августа а какой график работы был у СЦ ну то есть что он свободный какой то есть он мог прийти в 10 вечера работать ночью так и было что так и было один один пришел в 10 вечера и держал кабель ну что разматывал кабель ну бригада же у вас работала какое то время определенное с 9 там до 10 если вы как нам поясняете его ну я сейчас утрирую ну его как вы нам пояснили брали чтобы держать кабель так он что ночью в 10 вечера сам придет держать кабель или все таки был какое то рабочий рабочее время в течение которого выполнялась эта работа нет в договоре отсутствуют эти условия фактически они не исполнились работники обязаны соблюдать режим расписания и указания все в договоре подряда никаких обязательств на этот счет не возлагалось и фактически те кто оказывал услуги они весьма произвольно я говорю в частности любым из них выбирали себе когда им удобно прийти и когда им удобно уйти работать не работать и это одна из причин по которой сотрудничество вот не могло продолжаться вечно что значит продолжаться просто тут все всякие мы устанавливали мы режимы не устанавливали потому что это не было обусловлено непроизводственные неэкономические возможности давайте я по-другому спрошу на этих объектах работала какая-то официальная бригада как мы уже поняли что договор подряда не понятно что это за договор подряд заключенный у вас нет не работал ну а что у нас вот 8 человек которых вы налили по этим договорам подряда как я поняла со слов представителей только они работали нет там были представители пусконаладки профэнергоаудит так вот с ними какой договор был заключен с профэнергоаудитом да они в штате профэнергоаудитом из Петрозаводска они сюда в командировку приезжали какой у них был режим работы который им установлен был командировочным заданием ну какой с 9 до 10 вечера или какой им был установлен режим 24 часа в сутки чтобы сократить время нахождения в командировке у нас по соглашению между работниками и работодателем возможно краткосрочное изменение режима трудового дня с последующей компенсацией я говорю про работника какой у вас объект вообще вот мне даже непонятно на каком объекте у нас работа я принесу док соглашение между пульсаром и подрядчиком в силу которого работы выполнялись на нескольких участках прокладки кабельных линий кто контролировал это все давайте по другому задам вопрос Новицкий сам Новицкий директор как он контролировал контролировал приезжал и заслушивал доклады 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 кого ну вот есть у нас истец вот с ним еще работают 3 человека у них был кто-то главный бригадир или кто-то еще уточню не могу сказать потому что я только по байраму не готовился так и причем здесь вы готовились по ИСУ хорошо если вы готовились только по ИСУ да по байрамову но он то тоже не может прийти на объект сегодня я захотел прийти завтра я не захотел прийти у него объем работы то есть у него ни сроков выполнения работ нет ничего да то есть он может год делать эти работы должна быть проложена полностью кабельная линия так он может ее прокладывать три года нет срок действия указан ограниченный довольно не нужно после 31 декабря кабельная линия там условно говоря в районе Первомайского проспекта не могу сказать про адрес это я перечень адресов я возьму то есть нам после 31 августа уже не нужны там работы никакие потому что вы уже я так у вас то акт выполненных работ больше чем 31 августа 31 августа 21 сентября это другой договор было 2 кабельных я не знаю я вижу один договор который мне представлен ну там есть акт выполненных работ 31 августа но я не вижу предмет договора от второго от второго да да это упущение вот у ИСа его не оказалось акт оказался договора нет я это все представлю я просто не ожидал ничего не ожидали что на основании значит выплаты нужны но договор не приложен но мы следим за тем чтобы все было у работников если здесь по какой-то причине отсутствует исполнителя то в таком случае ну у нас есть экземпляр он подписан мы найдем скажите пожалуйста вы аудиозапись слушали которую вы просили скинуть что за аудиозапись нет я разговаривал по телефону телефон на громко я включил аудиорекордер и это все писалось непрерывная аудиозапись то есть нашей беседы там я предлагал заключить мировое соглашение и соответственно объяснял почему мы очень долго разговаривали с кем разговаривали? с Алексеем Викторовичем как когда? я ему пишу Алексей Викторович это Владимир и мы сегодня с вами разговаривали по телефону ну вот на 4 апреля это было 3 апреля это было пишу ему будем на связи он не отвечает окей я ему дальше спрашу добрый день у вас есть решение? пока нет жду ответа от адвоката ну то есть от вас ну там дальше ну тут такая длинная переписка у нас хорошо есть возражение против приобщения? значит я на усмотрение суда оставляю потому что не могу сейчас оценить в качестве доказательства можно это принять или нет но по таким вопросам доверяю суду сказал и на усмотрение суда оставляю я понятия не имею что там записано откуда получено и это потом суд определил приобщить да у меня поезд через 20 минут будет я прошу тогда отложить допрос свидетеля а еще с учетом того обстоятельства что даже надо же не иметь время на то чтобы подготовиться задать ему вопрос я свидетеля сейчас вот только услышан в судебном заседании и кроме того это же вопрос это будут не лично задавать а ответчик должен задавать эти вопросы я бы попросил отложить вот это вот разбирательство это во первых во вторых представитель ИСЦА говорит что необходимо вызвать еще и другие свидетели и если бы мы дали время то мы бы допросили одновременно нескольких свидетелей но мне необходимо знать кого именно тогда я бы мог подготовиться к этому допросу в противном случае что мне ходатайствовать еще одно вызове этого свидетеля тогда когда я буду готов вопрос ему задавать вопрос это задает Петрозаводский пульсар а не представитель в Мурманске и тех обстоятельствах который и сейчас суд установил, и в том числе упрек-то я принимаю. Хорошо. Кого-нибудь из присутствующих знаете? Встаньте в середине. Кого-нибудь из присутствующих знаете? Знаю Галдуна. А? Галдуна Байрамова. Откуда знаете? Давно знакомый. Знакомый, да. И все? Ну, друг. Коллега, помогаем друг другу. Неприязненных отношений нет? Нету. Хорошо. Я правильно поняла из пояснения представителей СССР, что Вы работали на одном объекте с Дайрамовым? Да. В какой период работали? Август, сентябрь и, по-моему, еще октября 22-го года. А, может, помните на каких объектах? Ну, я имею в виду адреса. Орликовых 60. Польский 84, по-моему. Ну, если не помните 3-я адреса. Зодина Смедемьянская, 20-24. Угу. Да. И там еще, я не знаю, много. Хорошо. А скажите, пожалуйста, в чем состояла Ваша работа, скажем так? Что Вы делали на этих объектах? Монтировали видеонаблюдение. Ну, монтаж – это какой вид работы Вы делали? Установка шкафа электропатания подведения электрического, протяжка ветвей пары, подвес камер, расключение, установка оборудования. То есть это все делали Вы совместно с представителем пульса, у которого имеется, ну, какое-то техническое, ну, специальное образование? Нет. Или это делали Вы? Ну… Байрамов, например. Ну, это делал я, потому что я не делал. Опыт имеете, образование имеете? Нет. Не имеете. Ну, я имею в виду, так же, как и Байрамов, правильно? У него образования нет, у Вас образования нет. Ну, я так понимаю, Вы не вдвоем работали, там еще группа была, да, с кем Вы работали. Соответственно, Вы выполняли весь объем этих работ, вот, которые Вы нам сейчас перечислили. Да. Весь объем работ, да? Да, я еще занимался пусконаладкой. Пусконаладкой. Скажите, пожалуйста, ну, вот Вы сказали, как я поняла, камеры, да? Ну, простым языком вешаем камеру. Да. Это происходило, ну, на высоте или… Ну, да. На подъездной камере должны были люди установлены на высоте не менее 4 метров под землей. На столбах камеры должны были установлены 6 метров на земле, и, соответственно, на крыше, с крыши дома. Угу. Скажите, пожалуйста, какие-то допуски у Вас были, но вот на крыше дома уже все-таки на высоте? Нет. Не было. А какие-то Вам разъясняли технику безопасности? Да, разъясняли, типа, пожалуйста, аккуратней, смотрите, не выходите с крыши. Все. Все. А какое-то, ну, орудие труда? Ну, это я так уже грубо скажу, да, сейчас орудие труда. Вы выдавали Вам? Ну, инструменты, да. Инструменты? Да. Вы выдавали. А выдавали каждый день или нет? Или вот, например, Вы приехали, Вам выдали, ну, пришли на объект, Вам выдали. Например, Вы на объекте там неделю работаете, и Вы его неделю с этими инструментами. Или каждый день Вы выдавали? Иногда получалось каждый день. Иногда бывало, что мы до следующего дня оставляли на чердаке домов. Вот расскажите распорядок Вашего дня. В 9 мы собирались на базе. Так, база это где? Это какое-то определенное одно место или именно объект, где Вы работали? Это определенное место, типа офис, складки. Это где Вы находились? Рядом с мостом, я не схожу Вам адрес. Ну, с Кольским мостом? С Кольским мостом. Это в Первомайском районе? В Первомайском районе. Угу. Примрежная. Ну, на нижней... Одиннадцать, тринадцать... На нижней дороге, да? Да. Там светофор находится, если за ним здорово спуститься, как раз будет вот это вот здание. Угу. Так. В 9 часам. А кто это установил, что вот в 9-00 Вы должны быть на базе? Угу... Там Алексей Витрич, по-моему. Да. У нас все. А вот когда Вы заключали договор подряда, оговаривалось с Вами со скольки до скольки Вы будете работать? Угу. Угу. Оговаривалось со скольки, а до скольки не оговаривалось? Оговаривалось со скольки? Угу. Оговаривалось со скольки. Оговаривалось. Со скольки? С 9 утра, да? С 9 утра, да. Так. Хорошо. Ну, не оговаривалось. Вот Вы на базе собрались, Вам там выдали инструменты, да? Мы сами брали. Сами брали? То есть там какой-то склад, где хранятся эти инструменты? Да. Сами вписывали, что брали. вписывали куда листочек я не знаю где нет просто листочек карточка карточка и куда вы ее отдавали или ложили мы ее брали с собой до тех пор пока не выполнил объект отдавали Антону не знаю кто он в должности сказали отдавать Антону отдавали Антону но он с вами каждый день на базе вы вот куда вы приходили а на объекты он с вами ездил или нет? иногда да хорошо а вот скажем у вас не штатная ситуация какая-то произошла вам сказали к кому обращаться? нам не говорили не говорили ну например какой-то инструмент отсутствует который вам необходим для производства воды звонить Алексею Викторовичу писать в группу я не помню в WhatsApp или в Телеганах у нас и живет в каком-то группе было вот скидывать в группу Ленарда Васильев либо Антона либо Алексея Викторовича хорошо расскажите нам об обстоятельствах заключения этого договора то есть когда он был вот ну например с вами заключен тринадцатого или тринадцатого августа, август в форме да а письменно когда вы его подписали? а письменно я не подписывал вообще его в глаза не веди Сего вообще не подписывали. Никак. Хорошо, а может быть вам рассказывал, поскольку у вас дружеские отношения с Байрановым, может быть он вам рассказывал при каких обстоятельствах Инга подписывал этот договор? Да, когда он ногу сломал. Он попросил договор, чтобы видеть его на руках. После этого был заключен договор. Хорошо, а оплату как вам производили? Оплату нам производили на карточку. Я так и не понял по какому расчету. Акты выполненных работ тоже не подписывали? Нет, не подписывали. А вот вы выполнили работу на объект и дальше что? Вам просто говорили все, вы свободны? Да. Я имею в виду полностью. Нам оплачивали какую-то часть. Да. А остальное обещали оплатить в конце этапов. Ага. Установку камеры, установку шкафа. Ага. То есть какой-то прайс был, да? Да. И вернее, ну наверное сейчас есть этот прайс. Сколько стоит работа? Да. 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 Хорошо. И по этому прайсу, ну то есть вот говоря, да, составлялся А, наверное, или как? И вы, например, знали, что вы сегодня, то есть с кем вы отчитали, что вы, например, проложили 200 метров кабеля? Да. Или там километры. Мы вписывали в карточку. Вот в эту карточку? Да. И инструменты, да? Да. Инструменты и материалы. И эти карточки все у Антона? Да. Ага. Скажите, пожалуйста, а вы присутствовали, ну работали, когда в Байран, вот несчастный случай произошел с Байраном? Да. Мы вместе в паре были. Я вызывал скорую. Так. Ну вот расскажите, это произошло, когда вы производили выполнение работы? Да. Я стоял на лестнице, устанавливал, монтировал камеру непосредственно. У меня упали шайбочки, гаечки. Вы были, которыми крепятся камеры в стене. Вот я попросил Байрана мне их подать. Так как не имел возможности обернуться, подставил руку. Его долго не было. Посмотрел в одну сторону, его нет. Посмотрел в другую сторону, он уже падает. Угу. То есть он в этот момент не был где-то на высоте? На козырьке. На козырьке он? Да. А я стоял на лестнице, установленной на козырьке. Ага. На лестнице. Хорошо. Вызвали скорую. Сообщили кому-то, что такое произошло с работниками? Да. Сообщил Алексей Викторович. Он что сказал? Он сказал, что сейчас Антон подъедет, все порешает. А если что, говорит, что это бытовая драпа, что он выполнен на работе, не выполнен на работе. Угу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а оговаривалось, что у вас там, например, что это воскресенье выходное? Нет. Или один день выходной в неделю? Нет. Вообще не оговаривалось. Сказали, когда нужно будет отдыхать, но сложно было вообще на самом деле. А срок какой-то окончания работы обговаривался с вами? Я не понимаю, что бутыл там на таком-то участке вы должны там за месяц сделать? Нет. Нет? Нет. Ага. Когда фактически приступили вы к работе? 12 или 13 августа. 12 или 13 августа. Угу. С Байрамом вместе? Да, вместе. Угу. Хорошо. А вот вы сказали, что на карточку переводили. Вам лично на карточку? Нет. Я не имею банковских карточек. Так. И ваши деньги кому тогда переводили? Мои деньги переводили в Айраму по заявлению. По заявлению? По моему заявлению. Заявление вы это куда писали? В бухгалтерию. В бухгалтерию Пульсар. А вы это кому-то на руки отдавали или в... В электронном виде. Я от руки написал, а сфотографировал и отправил. В электронном виде? Да. В электронном виде? А бумагу эту... В рукописную версию возьмал Алексей Николич. Угу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, переводы вот, ну... Договоренность вот какая была? Что вам по 1000 рублей в день переводить будут или... А сначала... У нас было много договоренностей вообще. Ага. Сначала была договоренность, что нам оплачивают 90%... А потом... 90% по окончанию объекта, а оставшиеся 10% со всех объектов нам оплачивают по окончанию этапа. Угу. Потом нам сказали, что мы слишком много хотим, вот, и не получается у них так делать. Нам начали оплачивать по 1000 рублей в день, как нам сказали, это на поддержание работника, поддержка работника. Да. То есть это не была договоренность, а оплата именно договора. Это просто вам выплачивали, как, ну... Как вы сейчас сказали, поддержку работника. Да. Правильно? Или все-таки это была оплата по договору? Ну... Нет, не оплата по договору. Мы вам сказали, как поддержка работника. Удерживала эта сумма из того, чтобы... Да. Удерживала эта сумма из того, что мы зарабатываем. Вычиталась с того, что мы зарабатываем. Ну, так значит, это не поддержание работника, а с вашей зарплатой это вычиталось? Нет, я сейчас грубо сказала, зарплата. Правильно? Да? Да. Вычиталась все-таки? Вычиталась. Угу. А по окончании, ну вот вы конкретно подписывали какой-то акт выполненных работников? Ничего не подписывали. То есть, я правильно понимаю, из всех людей, кто работал с вами вместе с Байрамом в тот период, да? Сколько у вас человек было? У нас в Мурманске было 5 человек. Ага. И в Карелии было человек 12-15. Ага. У всех остальных их не было? У Романа был какой-то договор. Ага. Вроде бы. Так кто? Работник устраивался с нами в один и тот же день. Устраивался в один и тот же день. Угу. У него было образование какое-то или тоже? Тоже без образования. Образование. Ну, сварщика. То есть, у него специально? К монтажу видеораблюдения не относится. Ну, понятно. Хорошо. Вам-то по окончании работы всё выплатили? Нет. Тоже не выплатили? Нет. Тоже не выплатили. Обращались к работам? Обращался к работам? Обращался к Алексею Викторовичу. Что? Звонил ему, писал в мессенджерах. Сначала уходил от разговора, а потом начали просто измерировать. Хорошо. Спасибо большое, что пришли по субстану. Собирайтесь. Не забывайте паспорт. И до свидания. Суд определил прибыль в качестве третьего лица в КСС. Направить им комплексового заявления. Запросить у них расчёт по больничному месту. По больничному месту.